Здравствуйте! С выпуском новостей на телеканале АРИС Константин Меркушев. В рамках выездного зонального семинара совещания по организации работы с детьми-инвалидами для них в администрации города были организованы несколько площадок информационных, развлекательных и медицинских. А после обеда состоялся семинар с руководителями Министерства образования, здравоохранения и социальной защиты населения, а также с родителями детей-инвалидов, а и представителями благотворительных сообществ. На целый день администрация города превратилась в многофункциональный центр для детей-инвалидов и их семей. Конференц-зал, в котором всегда проходили только официальные мероприятия, был адаптирован в информационно-игровую комнату. Здесь для гостей работали презентационные площадки, детские сады представили на стендах информацию о своей деятельности и достижениях, а представители каждого были готовы ответить на вопросы, возникающие у родителей. Также для присутствующих транслировались видеоролики о социальной жизни в специализированных организациях и детских садах. Пока родители узнавали полезную информацию, дети могли поиграть в возмещенном там же детском уголке. Для них в зале работали трое инструкторов по физическому воспитанию из детсадов. Шарики, различные игрушки, надувной городок и многое другое создавали в помещении теплую и расслабляющую атмосферу не только для малышей, но и их родителей. Кабинеты на первом этаже мэрии превратились в этот день в медицинские. Детей инвалидов принимали узкие специалисты – ортопед, невролог, психиатр и другие. Консультации врачей были организованы межмуниципальным медицинским центром совместно с фондом «Мархамат». Для приглашенных семей были созданы максимально удобные условия обслуживания. «Обследовалось, сказали что-то новое, чего не говорили во многих других городах. Мы ездили в Санкт-Петербург, ездили в Уфу, ну, хоть какой-то положительный результат. Сказали что-то новое, то, что нужна будет операция. То есть, ну, ждать придется, но куда деваться». На втором этаже мэрии родители принимали представителей министерств здравоохранения, образования и социальной защиты. Они были готовы ответить на любые вопросы родителей и проконсультировать по решению возникших проблем. Работа по социальной помощи ведется в городе не один день. Специализированные и благотворительные организации в постоянном сотрудничестве делают все возможное для семьи с детьми-инвалидами. «Выделяют автобусы, то, что мы участвуем дистанционно, когда бы не попросили автобус, нам выделяют, чтобы поехать туда. Но желать, вот охота, конечно, есть желание попросить, чтобы нам дали автобус возить детей на ипотерапию милиоз». «Министерство, да, обращалось насчет колясок, потому что вот нам пообещали, что вот на этой неделе придет коляска, тоже внутри года ее ждем уже, прогулочную мы ездим на домашней коляске. И обещали, что вот будет санаторно-курортное лечение». Параллельно с адаптивной работой на первом этаже, на четвертом прошел мастер-класс для старшеклассников и волонтеров. Организатор мероприятия Уфимского благотворительного фонда «Мархамат» Ильдар Садыков рассказал ребятам о деятельности фонда, их достижениях и будущих проектах, приведя примеры из собственного опыта работы на детских праздниках. «Мы очень любим на различных наших мероприятиях устраивать бесплатные мастер-классы для ребят. Наши волонтеры осваивают такие интересные творческие направления, как марморирование. Знакомо кому? Знаком такой термин? Марморирование – это, если я не ошибусь, это такое декоративное рисование на различных пенопластных узорах, то есть из пенопласта вырезаны либо шарики, либо звездочки». В своей лекции специалист также объяснил необходимость развития волонтерской деятельности, как для помощи нуждающимся, так и в организации различных мероприятий. «Непосредственно наш фонд огромное количество волонтеров привлек в июне месяце, это были Дни народного здоровья, вот я рассказывал еще ребятам о том, что сулит волонтерство, да, волонтерство также сулит еще личностное развитие, потому что, будучи волонтером, человек осваивает новые знания, умения и навыки». В нашем городе добровольческие организации активно привлекают молодежь для участия в благотворительной деятельности, и ребята, в свою очередь, с удовольствием помогают и отлично справляются с этой работой. «Помогать людям – это вообще очень хорошо, потому что какую-то частичку себя отдаешь, и поэтому становишься еще счастливее. Также мы помогаем детям с ограниченными возможностями. Знаете, они… ну мы не считаем, что они такие вот другие, они просто особенные, о них надо тоже заботиться, им надо тоже помогать. И, ну не надо относиться к ним так, как, что он инвалид, а ты там другой. Они такие же, как мы, надо с ними тоже общаться, любить, помогать». После обеденного перерыва мероприятия, посвященные развитию системы работы с детьми-инвалидами и их семьями, продолжились. В Большом зале администрации состоялся семинар на тему взаимодействия власти, некоммерческих организаций и самих семей, улучшения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями. «У государства, наверное, две задачи. То есть тем, кто хоть чуть-чуть может помочь поставить детей на ноги, чтобы они могли получить образование, в конечном итоге трудоустроиться, жить нормальной жизнью, создав семью. Это вот, наверное, идеал вообще. То есть это вершина реабилитации, когда инвалид трудоустраивается». Участников семинара поприветствовал глава администрации города Борис Беляев и поделился данными о реабилитационной работе с особенными детьми и о будущих адаптационных проектах. «Отмечу одну из недавних побед нашего города в конкурсе муниципалитетов, объявленном Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации. На этот конкурс был представлен проект города Кумертау «Хочу быть как все» по социализации детей-инвалидов. Проект стал победителем и получил грант в размере почти 2 миллионов рублей. В результате реализации этого проекта наши дошкольные учреждения получат дополнительное оборудование, специалисты пройдут обучение, будут проведены мероприятия и акции, а также реализовано специальное направление для детей-инвалидов в детском технопарке, которое мы создаем в Центре детского творчества». Одним из почетных гостей семинара стал президент благотворительного фонда «Мархамат» Айгуль Гореева. Она рассказала об успешной деятельности фонда и отметила качественную и продуктивную работу нашего реабилитационного центра, который гости посетили ранее. «Все разрекламированные в интернете места, куда мамочки рвутся, к сожалению, по своему качеству, очень часто уступают тем учреждениям, которых курирует Леонард Хакимов. Поэтому я хочу, чтобы все трезво смотрели на этот вопрос и искали там, где близко, где рядом, где удобно ребенку, где не надо маме надрываться, продавать там какие-то недвижимости какую-то и пытаться где-то в Китае куда-то ехать». Кроме реабилитационной работы в нашем городе активно развивается социальное проектирование, система получения и распределения грантов. Марина Сафонова – одна из самых активных в нашем городе авторов социальных проектов. Она поделилась собственным опытом на примере создания центра для слепых детей и их адаптации. И вот из этой маленькой такой идеи, да, мы просто душу туда вложили, написали проект, получили поддержку финансовую в размере 900 тысяч рублей и получился сегодня такой большой по значимости, я имею в виду, центр. Поверьте мне, даже те проекты, которые мы не выигрывали на конкурсах, они все абсолютно у нас реализованы, потому что находились в городе люди, которые нас поддерживали. Активисты родительских сообществ и члены клуба для родителей «Вера, Надежда, Любовь» заинтересованы в развитии и адаптации детей-инвалидов больше других. На семинаре в своих выступлениях они подробно описали собственные методы решения проблем в воспитании особенных детей. В семье Риты Арсланбаевой ребенок сумел преодолеть все трудности, связанные с ограниченными возможностями здоровья. И благодаря родительской заботе и любви их усилием поступил в колледж. Вначале, конечно, мы боялись, были страхи, но сейчас мы очень счастливы. И он счастлив, и мы счастливы. Мы многое преодолели. Ну и, конечно, также хочу сказать спасибо социальной защите, отделы опеки, администрации. Они всегда к нам относятся с добром и с пониманием. Муниципалитет не только проводит постоянную работу по поддержке особенных детей и их семей, но также принимает предложения по решению проблем с доступной средой для инвалидов. Одной из рассмотренных тем на дневном приеме у руководителей министерств стал вопрос об инклюзивном образовании, то есть вовлечении детей-инвалидов в современное общество, а также обнедрении нестандартных методов реабилитации. Сами родители не только задавали вопросы, но и предлагали собственную помощь в решении общих проблем. Мамы, которые в клубе, я так понимаю, которые объединены одной идеей, это помощь своим деткам, они предложили в рамках благотворительности оказать помощь нашему реабилитационному центру, закупить оборудование непосредственно по заболеваниям детей. Кроме того, оплатить обучение нашего специалиста. Наша задача направить специалиста просто в командировку. Проблему финансирования, лечения и реабилитации детей-инвалидов родители не способны решить одними собственными усилиями. В этом им могут помочь конкурсы-гранты. В прошлом году на них было выделено 30 миллионов рублей. Могу сообщить вам хорошую новость, что буквально вчера премьер-министр мне сообщил, что дадут деньги до конца года в этом году, потому что у нас в этом году практически не было, то есть 30 миллионов прошлого года были, в этом году не было, поэтому не знаю, какая сумма пока, но Минфин сейчас изыскивает эти средства. То есть грантовый конкурс в этом году будет. Поэтому все вот вы, вот пять районов здесь, пять городов районов, можете уже взять на вооружение, пишите хорошие заявки, потому что я то, что вот слушаю, просто, ну прекрасные действительно вещи. Основным нерешенным вопросом после темы необходимости финансирования социальных проектов является развитие адаптивного обучения. Руководством Министерства образования было обещано рассмотреть данную проблему в ближайшее время. Надеюсь, что в течение трех дней мы этот вопрос отработаем по адаптированным общеобразовательным программам, потому что там нужно четко понимать, с какой мазологией ребенок, четко определить круг специалистов, которых мы будем привлекать, ну и в рамках сетевого взаимодействия, каких участников нам нужно еще найти и обратиться к ним за помощью. Следующей важной темой стало распределение земельных участков среди семей, воспитывающих детей инвалидов. Председатель Комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики по городу Кумертау Анатолий Бочкарев доложил о количестве семей с инвалидами, стоящих на учете в очереди на земельные участки и о том, сколько было распределено земли среди данных категорий. Подказов, насколько я вам знаю, в нашем обществе не подозреваем. Поэтому обращайтесь в комитеты, у нас есть полномочия, у нас есть специалисты, дадим развернутую информацию, посоветуем, что грабило. Ну, я как бы, без меня никто не скажу. Начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации регионального отделения Фонда социального страхования по республике Нур Низамуддинов выступил с отчетом по распределению выделенных средств, государственным бюджетом на коляске для детей инвалидов и об успешном закрытии всех вопросов, связанных с обеспечением техническими средствами льготной категории граждан. В завершении семинара присутствующие родители задали интересующие вопросы и получили на них ответы от соответствующих ведомств. Муниципалитетам было предложено рассмотреть некоторые из нерешенных вопросов в индивидуальном порядке. Дети – это наше будущее. Взрослое поколение должно заботиться о здоровье подрастающих. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в нашем городе входит в число лучших центров Башкирии. Центр реабилитации посетила наша съемочная группа вместе с гостями из столицы республики. Прямиком из столицы республики Башкортостан почетные гости отправились в реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Одним из посетителей стала президент благотворительного фонда «Мархамат» Айгуль Гореева. С собой гости привезли небольшие подарки для детей. Приехали сегодня в реабилитационный центр города Кумертау. Это давнешняя мечта – посмотреть, как работает этот центр, потому что очень много отзывов. И при фонде «Мархамат» есть аналогичный центр. Нам, конечно, очень важно посмотреть, какой опыт здесь в Кумертау работы с детками с ограниченной возможностью здоровья и поделиться тем, что мы уже наработали. По Кумертау в реабилитационном центре очень хорошие отзывы. Родители очень довольны. И структуры очень довольны. Министерство труда, социальное защитное население тоже очень довольны работой центра. И нам бы хотелось посмотреть, в чем секрет успеха и поделиться своими какими-то вещами. Центр располагается в лесном массиве, что положительно влияет на оздоровление и отдых детей. Общая площадь здания составляет 4100 квадратных метров. Жилой из них – 540. Центр может одновременно принять 90 человек с различными заболеваниями. Основное отличие от других в том, что дети-инвалиды смогут находиться в центре вместе с одним из членов семьи. Вот тетя Зуля нас научила всему. Реабилитационный центр представлен стационарным отделением медико-социальной реабилитации, социально-бытовой адаптации и психолого-педагогической помощи. Здесь созданы все условия для полноценного курса реабилитации. Столовая, зал ОФК, зал для культурно-досуговой деятельности, библиотека. Коррекционные программы будут применяться в зависимости от диагноза ребенка. В общем, все необходимое, чтобы дети с ограниченными возможностями не чувствовали себя ограниченными ни в чем, начиная с учебы и заканчивая спортом, здесь есть. Некоторые посещают центр днем, некоторые находятся на длительном стационарном лечении. Все зависит от диагноза пациента. Более того, комплексную реабилитацию здесь могут пройти инвалиды из соседних районов. Возможности центра позволяет. Каждый год в Налоговый кодекс Российской Федерации вносятся многочисленные поправки. Ряд изменений налогового законодательства вступили в силу и в этом году. Подробнее расскажет пресс-секретарь Налоговой инспекции номер 25 Эльвира Шумаева. Она у нас на связи. Здравствуйте, Эльвира Робертовна. Расскажите, есть ли какие-то изменения в Налоговом кодексе? Здравствуйте. Да, в Налоговый кодекс с июня месяца внесены изменения в части личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. В Налоговом кодексе как раз прописали, что налогоплательщики, которые имеют личный кабинет, все свои налоговые уведомления по имущественным налогам плюс квитанции, то есть это транспортный налог, налог на землю, налог на имущество физических лиц, налогоплательщики будут получать через личный кабинет. Эльвира Робертонна, скажите, а могут граждане получать налоговые уведомления о квитанции также по почте? И что для этого нужно? Граждане все-таки имеют право получить их по почте в бумажном виде. Для этого граждане должны или обратиться в налоговую службу, написав уведомление, или через личный кабинет направить уведомление о предоставлении документов на бумажном носителе, подписав данное уведомление, усиленное, неквалифицированное электронной подписью. Электронная подпись предоставляется для физических лиц через личный кабинет бесплатно. Все это делается на официальном сайте налог.ру. Газеты пишут, что сейчас нужна маркировка на меховые изделия. Можете пояснить? С 12 августа все участники оборота меховых изделий не имеют права реализовывать меховые изделия, не маркированные, начиная от производителя и заканчивая розничной торговлей. Все меховые изделия должны быть промаркированы. Для этого налогоплательщик должен зарегистрироваться на официальном сайте налог.ру, личном кабинете «Маркировка» и производить маркировку через данный личный кабинет. Посещать налоговую инспекцию не обязательно. Налогоплательщик в данный личный кабинет должен зайти с усиленной квалифицированной электронной подписью и уже маркировать все изделия. А что будет с теми налогоплательщиками, которые не будут производить маркировку товара? Данные налогоплательщики будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Поэтому, уважаемые товаропроизводители, продавцы, которые реализуют меховые изделия, шапки, шубы и так далее, не забудьте о том, что на сегодняшний день вы не имеете права реализовать немаркированные товары. Поэтому заходите на сайт налог.ру. Еще раз напомню, информационный ресурс «Маркировка». Спасибо за компетентные ответы. Напомню, у нас на связи была пресс-секретарь налоговой инспекции номер 25 Эльвира Шумаева. Она рассказала нам о изменениях в налоговом кодексе. До выборов осталось чуть меньше месяца. Кандидаты и партии определены. Они будут участвовать в дальнейшей предвыборной гонке. Чтобы узнать, насколько осведомлены жители нашего города о кандидатах в депутаты Госдумы и в местный совет, нашим корреспондентам был проведен опрос. Выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва и в местный городской совет, назначенный на 18 сентября 2016 года. На сегодняшний день регистрация политических партий и кандидатов завершена. Нашей съемочной группой был проведен опрос жителей города на площади Советов и Аллеи Славы, чтобы выяснить, знают ли они кандидатов, участвующих в предвыборной гонке. По городу не знаем. Это даже Кирик, кто у нас там должен. Нет, честно говоря, вообще не слышала. В городской совет и в Госдуму. Вы знаете, кого вы будете выбирать вообще, какие кандидаты есть? Нет. На сегодняшний день. У тебя фамилия? Нет. Бай Гускаров, вот из-за него я и собираюсь голосовать. Фамилья? Нет, не знаю. У меня одной фамилии? Партия. Знаешь, что партии будут? Ну да. Ну да. Ну, КПРФ, ЛДПР, как обычно, Единая Россия. По результатам опроса стало известно, что трое из запрошенных жителей не осведомлены о кандидатах, баллотирующихся в городской совет и Государственную думу. Двое назвали фамилии и партии. И большая часть отказались давать комментарии. Напомним, что общее количество избирателей в городе Кумертал – 51 тысяча. В составе Госдумы сегодня Республику Башкортостан представляют 16 депутатов по партийным спискам, 12 из которых депутаты от партии «Единая Россия», двое от КПРФ и по одному депутату от ЛДПР и партии «Справедливая Россия». 18 сентября состоятся двойные выборы. Избиратели получат 4 бюллетеня, 2 для выборов депутатов в Госдуму и 2 в местный совет. В агентстве по развитию территории накануне состоялся прием граждан председателем Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору Ильдаром Шафиковым по вопросам, касающимся данной сферы. Прием граждан проводится руководителями Госкомитета периодически для того, чтобы быть в курсе проблем волнующих жителей, а также консультировать их по действующему законодательству. С вопросами к председателю Госкомитета обратились собственники жилья, представители муниципальных компаний и другие жители города. Были подняты темы содержания многоквартирных домов и управления ими, порядок заключения договора управления, выбор управляющей компании и порядок перехода к другой. В отсутствии иных вариантов остается управляющая компания. И здесь опять два варианта. Либо вы его выполняете сами, либо, значит, за вас это делать, но это не самоуправление. То есть, если есть выбор по другим генам, управляющие, я просто не знаю, может быть, в целом, наверное, у меня там не одна управляющая компания. Если бы это очень-очень заняться, мы бы проверку, в принципе, сделать любой. Как отметил председатель Госкомитета, если задаваемые вопросы требуют проверочных мероприятий, то такие сообщения берутся на контроль и по ним проводятся проверки. А если жалобы подтверждаются в процессе, принимаются меры по принуждению к устранению нарушений, либо лица, допустившие их, привлекаются к ответственности, установленной законом в виде административных штрафов. Значит, приезжает автомобиль, вывозит мусор, и вот он нагружает мусор, и вот все это падает. Вот чтобы убрать это, обязательно нужно напомнить, чтобы ветер несет оттуда, властная, сколько мусора. Это все во дворе. Обязательно нужно напоминать. Если они за дорогу напомняют, это в ваших правах обратиться. Вы можете, в принципе, это и напрямую к нам обратиться. Я рекомендую довести своих правильных правильных коммунальных в том, что по этому мнению надо, что следующим шагом вашим было обращение на долгую работу. А вот когда мы придем, посмотрим, записываем и нарушаем. И уже мы придем в дом в первом случае предписание, а в последующем к штрафу. То есть штрафы довольно существенные и значительные. Кроме темы жилищно-коммунальных услуг, записавшихся на прием, интересовали вопросы проведения капитального ремонта, а именно почему в некоторых домах он выполняется частично. Если перечни этих работ нет, то ежегодно... Люди чисто наезд. На следующий год. Да, надо просить управляющую компанию включить эти виды работ, перечень видов работ на следующий год. И уже потом контролировать, как они делаются. Также на приеме были рассмотрены вопросы с начислением оплаты за жилищно-коммунальные услуги и проблемы в земельно-строительной сфере. По словам Ильдара Шафикова, в этом году нарушение действующего жилищного законодательства в целом по республике было выявлено меньше, чем в прошлом году. Проверки по обращениям граждан являются внеплановыми и поэтому чаще всего результативными. По мнению председателя Госкомитета, в Кумертал по части оказания жилищно-коммунальных услуг проблем меньше, чем в других муниципальных образованиях. У нас здесь не так много обращений. То есть в этом плане довольно, скажем так, благоприятный город. То есть у нас количество обращений, связанных с нарушениями, не так много по Кумертам. Но хотя они имеют место быть, но мы стараемся на них реагировать и своевременно принимать меры с тем, чтобы эти нарушения устранить. В городе Салават находится территориальное подразделение Госкомитета, куда жители могут обращаться напрямую с вопросами касательно жилищно-строительной сферы. Кроме того, Государственным комитетом организована возможность подачи электронных обращений на специализированном сайте. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok